Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В честь Дня Знаний в школах муниципалитета прошли торжественные линейки. Восторг, радость, что все-таки снова пришли на 1 сентября. Каких изменений удалось добиться при строительстве дороги Солнцево-Бутово-Видное? Мы уменьшили ее благодаря поддержке губернатора шести полос до четырех полос. В Дню города сотрудники Дурсервиса обновили сквер 80-летий Ленинского района. За кратчайшее время мы здесь уже провели огромный объем работы. Нарядные трогательные первоклассники, взволнованные родители, статные старшеклассники, море цветов и первый звонок в новом учебном году. Праздничные линейки в честь Дня Знаний прошли во всех школах Ленинского городского округа. В две из них отправилась наша съемочная группа. Они немного нервничают, но с нетерпением ждут начала праздничной линейки. Ведь День Знаний в качестве учеников развилковской школы эти ребята встречают в последний раз. У нас восторг, радость, что все-таки снова пришли на 1 сентября. Но при этом грусть, что мы уже заканчиваем 11 класс и скоро прощаемся со стенами школы. Не верится то, что уже в 11 классе. Казалось то, что недавно только пошел в первый класс и еще так долго учиться. А тут уже время прилетело незаметно и уже заканчиваю школу. Хочется попыстрее закончить или все-таки не тропиться? Честно, нет. Хочется, чтобы этот год был насыщенным, чтобы потом были хорошие воспоминания и с радостью вспоминать школьные годы. Волнительно и родителям старшеклассников многие пришли поддержать своих взрослых детей в этот памятный день. Тревожные ощущения очень. Конечно, хочется, чтобы год прошел удачно у нас, поступить, как намечено, дойти до своих целей. Хочется всем ребятам пожелать удачи, всем учителям пожелать удачи, чтобы все было хорошо. Всем на удачи! На торжественной линейке в честь Дня знаний в Развилковской школе стихи и песни чередовались с поздравлениями и напутствиями. Поздравляю, что вы все вместе, вы, надеюсь, дружным коллективом проучитесь этот год и все будет так, как вы это задумали. Ребят, дерзайте, у вас все в жизни впереди, все получится обязательно. Я хочу каждому из вас пожелать, конечно, успехов, творческой, неиссякаемой энергии, вашим родителям терпения, ну а нашим уважаемым педагогам и учителям, конечно, здоровья в этот непростой для всех нас период. С праздником! Из развилки глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов и представители администрации отправились в Мисайлова. Ключ знаний у меня. Им и откроем мы для ребят двери нашей любимой школы. Хочу пожелать детям ставить перед собой большие задачи, стараться, дерзать, но самое главное стремиться, соревнуясь друг с другом, стать самым лучшим в мире. Помогайте родителям делать уроки, уважайте учителей и главное дружите друг с другом, потому что дружный класс это главный залог хорошей учебы и главный залог хорошего настроения, когда идете в школу. Первоклассники же с нетерпением ждали момента, когда же они отправятся в храм знаний. Это наш второй дом, где надо учиться. Надо читать и учиться, писать, чтобы хорошие оценки были. Трогательный момент очень, очень рады, такую нам школу красиво построили. Надеюсь, что год нам дастся легко, все будет хорошо. Мисайловская школа открылась совсем недавно, в апреле этого года. Сегодня ее порог переступили 1400 ребят. Параллельно, я скажу сразу, начато строительство еще одной такой школы здесь же в пригороде лесной на 1100 мест и я уверен, больше той проблемы глобальной со школами, которая здесь была, ее просто не будет. Остается проблема с детскими садами, но параллельно начато строительство еще двух детских садов. В Московской области в этом году идут в школу, в первый класс 115 тысяч учеников. Порядка 20 школ было открыто в этом году и заложены были камни для кирпичей для первых школ. В ближайшие два года еще будет 25 школ открыто. Как уже сказали, это современные школы с современной инфраструктурой. Я надеюсь, что наши первоклассники будут нас радовать своими достижениями. В Ленинском городском округе в этом году в первый класс пошли почти 4,5 тысячи первоклассников. Всего же получать знания в школы и муниципалитеты отправились более 30 тысяч учеников. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Виднедова. Также торжественная линейка состоялась в Видновской школе номер 11 для первоклассников и выпускников. Поздравить с новым учебным годом учащихся и педагогов приехали почетные гости. Подробнее о мероприятии в нашем следующем сюжете. Первое сентября – это традиционно белые бантики и фартучки, яркие букеты, и вся семья, конечно, в сборе. Родители фотографируют и волнуются, но особенно переживают в этот день первоклассники, ведь для них это самое начало школьного пути. Вчера я очень хотела пойти в первый класс, потому что и мне родители сказали, Натя, вот когда ты пойдешь уже в первый класс, уже начинается поздрослее жизнь твоя. Мама первоклассницы Насти Анна Ковалева признается, что сегодня задумалась о том, как быстро летит время. Ведь, кажется, еще вчера сама с цветами в руках шла на школьную линейку. Сегодня все утро вспоминали и прическу, когда я ей делала. Я говорю, у меня такая же была прическа, как и у тебя. Конечно, вспоминала и рассказывала свой опыт, наставления давала. В этом году видновская школа номер 11 распахнула свои двери для 14 первых классов. Я желаю им, чтобы их школьный путь был легок. Волнительный день для всех, и для детей, и для родителей. Но я думаю, что мы общими усилиями сделаем так, чтобы школьная пора запомнилась им только хорошими воспоминаниями. На торжественную линейку были приглашены почетные гости. Поздравление с новым учебным годом от главы муниципалитета Дмитрия Баренова зачитала Ольга Доманевская. Желаю всем ученикам успешной учебы, отличных оценок и интересных событий в новом учебном году. А у педагогов и родителей пусть будет как можно больше поводов для гордости, радости за успехи и победы своих детей. Поздравил первоклассников с Днем Знаний председатель Совета Депутатов Станислав Радченко. Завтра уже все полноценно приступят к обучению, начнутся уроки, домашние задания, которые мы будем делать все вместе. Я хочу надеяться, что и наши дети, и, конечно, родители, и педагогический состав успели отдохнуть, привести в порядок нервы, набраться терпения. Я от всей души хочу пожелать, чтобы наши дети нас радовали хорошими оценками, нашим учителям, конечно, здоровья в этот непростой для всех нас период. И в добрый путь. С праздником! И вот самая волнующая минута праздника. Для ребят звучит первый звонок. Пусть двери школы открываются, скорее уроки начинаются. Первый класс для нас встречает, год учебный начинает. Торжественная линейка 1 сентября прошла и для 70 выпускников 11-й школы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. До сих пор жаркие споры вызывает строительство трассы Солнцево-Бутово-Видное. Главная претензия местных жителей в том, что автомобильная дорога будет проходить в непосредственной близости от жилых домов. И это будет создавать для людей, проживающих в них, огромный дискомфорт. На встрече с прессой, активистами и блогерами руководство муниципалитета рассказало о решении ряда таких проблем. Вместе с главой муниципалитета Дмитрием Абареновым на встрече присутствовали депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов и председатель Совета депутатов Станислав Радченко. Глава округа рассказал, что из пожеланий местных жителей уже удалось учесть в проекте трассы Солнцево-Бутово-Видное. Мы уменьшили ее благодаря поддержке губернатора шести полос до четырех полос в районе жилой застройки. Но тем не менее жители просили проработать дополнительно эту историю, чтобы минимизировать вообще какой-то, исключить какой-то дискомфорт. До сих пор вокруг строительства трассы бушуют страсти. По поводу ее проекта в органы власти поступило сотни предложений от жителей. Обращаясь к собравшимся, председатель Совета депутатов округа Станислав Радченко сказал слова благодарности тем, кто проявляет активную позицию. Я хочу поблагодарить и тех, кто сегодня здесь находится, и кого нет, кто не смог поприсутствовать. Людей, которые очень грамотно и конструктивно, на мой взгляд, подошли к обсуждению этого проекта. Больше всего споров вызывал отрезок трассы в районе шестого микрорайона. Там будущая дорога будет проходить очень близко к жилым домам. На встрече Дмитрий Абаренов озвучил, что решение проблемы найдено. Кондиционер вложит дополнительно более 5 миллиардов рублей. Появится туннель. Уже этот проект зашел в экспертизу. В районе улицы Фокина будет туннель, который полностью исключит какой-либо дискомфорт для жилых домов, которые находятся в непосредственной близости от трассы в этой части. В ходе обсуждения проекта строительства трассы было проведено немало собраний, где присутствовали и жители, и представители застройщика, и руководство муниципалитета. Именно благодаря этому и нашли решение, которое должно устроить всех. Можно поздравить всех нас общими усилиями, сумели найти решение, которое, по крайней мере, дает возможность говорить, что у нас есть диалог власти и людей. Все это время мы не афишировали, но, тем не менее, работали. Еженедельные совещания в правительстве, на которые подключился очень активно Вячеслав Александрович Петисов ездил, Владимир Петрович Жук, я им очень благодарен. Наш совет депутатов буквально в ежедневном режиме эти вопросы поднимал. Глава муниципалитета отметил, что работа над проектом продолжается. Также важным вопросом, который требует внимания местных жителей, является заполнение поверхности будущего тоннеля. Здесь предварительное проектное решение. Возможно, это будет парковка, возможно, это какие-то объекты для жителей, которые устроят. Но здесь будет решение непосредственно жителей, совместное с конституционером. Муниципальные и областные власти и дальше будут информировать общественность о работе над проектом будущей дороги. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В Ленинском городском округе продолжаются работы по благоустройству территории. В преддверии дня города сотрудники муниципального бюджетного учреждения Дорсервис приводят в порядок сквер 80-летия Ленинского района на Школьные улицы. Сквер 80-летия Ленинского района был открыт в 2009 году. Эта территория располагается сразу при въезде в Видное и давно стала одной из любимых зон отдыха для жителей и гостей нашего муниципалитета. В рамках праздничного оформления ко дню города было решено провести комплексное благоустройство. Ежедневно на этом участке трудились 10 сотрудников МБУ Дорсервис. За кратчайшее время мы здесь уже провели огромный объем работы. Вот если посмотрите, то здесь высажена свежая трава, свежие кусты, цветы, организована клумба. В ближайшее время будут выполнены ремонтные работы «Стены почета». Сооружение с портретами лауреатов премии Ленинского района, а теперь городского округа, расположенное в сквере, всегда выделяло его среди других мест отдыха. Многое сейчас будет делаться для того, чтобы обновить фотографии и сам вот эту доску, где премия Ленинского городского округа. Здесь вместо вот этих старых облезлых букв будут неоновые буквы. При благоустройстве сквера на Школьной решили сохранить старые фонари, так как они прекрасно сочетаются с архитектурой исторической части города. Также здесь будут установлены новые лавочки и заменена брусчатка. Стоит отметить, что вокруг сквера уже заасфальтированы пешеходные дорожки. Место достаточно посещаемое, люди ходят, и чтобы не ходили по газонам, посмотрели, где им удобно ходить, их там проложили. Новые дорожки оценили местные велосипедисты и любители самокатов. Я тут день могу провести два или один час. Тут очень хорошая дорога, и заасфальтировали там дорогу. Она очень гладкая. Я тут бываю почти каждый день, потому что у нас начались каникулы. Тут очень удобно ездить на этой дороге. Ты не трясешься на самокате. Тут очень удобно. Я очень часто катаюсь. Тут очень гладкая дорога. Прям очень. И кататься тут прям идеально. Тут я могу провести один, даже три часа где-то. Как отметил заместитель директора МБУ Дорсервис Рустем Саддаров, всю работу по благоустройству сквера планирует завершить к 5 сентября. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Еще одной историей спасения может гордиться Видновская районная клиническая больница. В начале августа в учреждение поступил сложный пациент, 45-летний житель Ногинска, с серьезным переломом костей голени. Пострадавший в ДТП мужчина попал в Видновскую больницу из-за выявленного Ногинскими медиками поражения легких, вызванного COVID-19. В наш город его привезли уже со штифтами в ноге. Работа предстояла тяжелая. В короткие сроки было необходимо заменить аппарат фиксации. Перелом очень сложный, оскольчистый. Получилось все собрать. В послеоперационном периоде на завтра уже планируем активизацию его контрольной снимки и где-то дней через 10 снятие швов. Операция проходила более трех часов. Медикам предстояло буквально по кусочкам собрать кость пострадавшего и установить специальную пластину с угловой стабильностью. Благодаря ей пациент сможет гораздо раньше встать на ноги. Сняли аппарат внешней фиксации, восстановили разгибательный аппарат голени и произвели накосный остеосинтез, оскольчистого перелома большеберцовой кости левой. Сейчас пациент готовится к выписке. В данный момент швы ему уже сняли. Рана на ноге почти зажила. Врачи готовы перевести выздоравливающего на амбулаторное лечение. Видновский «Металлург» сыграл последний матч двухкругового турнира в рамках чемпионата России по мотоболу 2021 года. Спортсмены встретились с командой «Колос» на их поле в городе Ипатова Ставропольского края. Как сложился матч и что впереди у видновчан, расскажет наш корреспондент Юлия Пагасьян. С самого начала матча стало понятно. Легкой победы для видновского «Металлурга» не будет. К этой игре команда «Колос» подготовилась отлично. Знакомое поле после небольшого перерыва из-за травмы в составе снова сильный игрок Сергей Крошко. Многие факторы играли в пользу ипатовцев. Однако первый гол за «Металлургом» его ворота противника загнал Антон Гусев. Вот контратака. Антон Гусев. Выход. Девятка. Антон Гусев 1-0 в первом периоде. Первый и последний гол. В том же начальном периоде Антон Гусев получил травму руки. Доигрывал через боль. Конечно, это повлияло на дальнейшее развитие ситуации на поле. Плюс ко всему уже второй матч «Металлург» играет без Анатолия Касьянова, который на тренировке сломал ключицу. Да, конечно, это сыграло большую роль, потому что Касьянов не был в составе. А через него почти все кабинеты шли через Толик, конечно. Марк его заменил. Да, хороший игрок, но ему еще нужно время. Все четыре периода на поле шла ожесточенная борьба. Мотоциклы «Металлурга» не выдерживали, ломались. Голы колоса буквально сыпались в наши ворота. Но видновчане не привыкли уповать на удачу, хотя в этот раз она была на стороне хозяев поля. На протяжении 50 лет «Металлург» всегда играет на победу. Поэтому очень редкие поражения бывают, но, знаешь, как говорят, без поражений не бывает выигрышей. Естественно, сейчас проведем анализ и сделаем анализ, почему так получилось, что пропустить-то пропустили, но, к сожалению, не забили. Вступать уже некуда, как говорили, «Поради Москва». Руководство команды полагает, что видновские спортсмены просто устали с дороги и не смогли сосредоточиться на игре. На поле вели себя сумбурно, пренебрегали установками главного тренера. Итог встречи 3-1 в пользу колоса. Но благо этот результат не повлиял на лидерскую позицию «Металлурга» в чемпионате России. Решался вопрос, кто займет первое место в двухуголовом турнире. И так как мы у колоса дома выиграли за счетом 5-2, а здесь проиграли 3-1, то в один мяч мы опередили его по забитым пропущенным мячам. Из двухуголового турнира мы выходим на первом месте с тремя очками. То есть вот эти все очки, которые были набраны, они аннулируются и даются льготные. Первое место с тремя очками, второе место с двумя очками и третье место с одним очком. Впереди самые ответственные игры. В Ипатове у «Металлурга» состоится еще два матча. Ближайшая игра пройдет 2 сентября. Видновчане встретятся с командой «Агрокомплекс» из Краснодарского края. Юлия Пагасьян, Елена Кошлева, ВиднетВ. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания.